Валютные рынки В 7.15 будут представлены данные индекса потребительских цен Швейцарии за август. Потребительские цены сокращались на протяжении двух месяцев, и ожидается, что эта публикация покажет неизменность этого индекса. Далее следуют публикации данных индекса PMI сферы услуг за август. Первыми в 7.45 выйдут данные Италии, спустя пять минут будут представлены данные Франции, а итоговые данные о Германии выйдут в 7.55 утра, а в 8 утра будут опубликованы результаты всего блока. По предварительным данным, уровень активности в сфере услуг сократился до 54,9 – это минимальный показатель за 7 месяцев. В 8.30 выйдут данные индекса PMI в сфере услуг Англии. В июле индекс деловой активности в сфере услуг повысился до уровня в 53,8 пункта, с июньской отметки в 53,4. В 9 утра будут представлены данные об объёмах розничных продаж еврозоны за июль. В июне объёмы продаж выросли на полпроцента. Это было пятое последовательное увеличение этого показателя. Курс австралийского доллара может измениться, поскольку председатель резервного банка Австралии в 9.10 выступит с речью на ужине правления Центробанка в Брисбене. На два часа запланировано несколько публикаций касательно экономики США. Среди них и публикация о заказах на фабриках за июль. В июне объёмы заказов восстановились, полностью сбалансировав майское сокращение на 0,3%. В это же время выйдут данные индекса экономического оптимизма в США от IBD и TIPP. В августе показатель оптимизма улучшился, и индекс повысился на 2 пункта. Все трейдеры по австралийскому доллару будут следить за публикацией данных об уровне ВВП Австралии за второй квартал, которая выйдет в час 30. В первом квартале этого года уровень ВВП вырос на 0,3%, хотя аналитики предполагали, что рост составит 0,2%. С вами был Джек Эверид. Вы смотрели экономический календарь на вторник. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях среды. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова